Массовая вакцинация от коронавируса в разгаре, защитить себя от инфекции, сделать прививку, выбор многих граждан. За период проведения кампании вакцинировались свыше 15 тысяч человек в Щелкове. Но есть и те, кто по-прежнему сомневается делать ли прививку, опасаясь слухов о якобы побочных эффектах. В то время как медики призывают население пройти вакцинацию, сплетни из интернета о неэффективности и даже опасности процедуры существенным образом влияют на решение некоторых граждан не прививаться, что, как говорят врачи, весьма рискованно. Заболеть и перенести – это намного сложнее, чем привиться и получить достаточно стойкий иммунитет. Мы пытаемся всегда объяснить, что это необходимо прежде всего для своего здоровья. Вакцина безопасная, она создается биотехнологическим путем, где не применяется вирус патогены для человека. То есть она состоит из двух компонентов. Первый компонент и второй, который колется с разницей в 21 день. Не буду прививаться, потому что молод. Перенесу вирус легко. Такая позиция, как говорят медики, тоже неверна, ведь осложнения от заболевания могут быть и в молодом возрасте. Осложнения на самом деле очень тяжелые. И осложнения касаются не только пожилых людей уже с хроническими заболеваниями. Осложнения возникают у молодых. И это такие изменения в сердечно-сосудистой системе могут произойти. Эндокардиты возникают. Возникают заболевания суставов. Необходимо прививаться, создавать иммунитет и уже не иметь тех осложнений, даже если столкнуться и заболеть, уже не иметь тех осложнений, которые мы получаем сейчас от перенесения заболевания новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день сделать прививку от коронавируса можно не только в медицинских учреждениях. Для удобства жителей ежедневно работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Глобус» и «Пилот». В многофункциональном центре на улице Свирская, а также на Центральном рынке. Перед процедурой врачи проводят осмотр пациента. Если нет противопоказаний, обострение хронических заболеваний проводят вакцинацию. Продолжение следует...